Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, святое место пусто не бывает, поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Ильич, будете вы. Значит, вы головой за это отвечаете. Вы вносили эту кандидатуру, правда, не одна, другие поддерживали, но вы ответственные по Минску, трудные времена коронавируса, вы вдвоем работали в Минске. Должен признать, что работали неплохо, неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали чего-то там, что, как происходит, но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом. Запас коек создали, запас аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. Научили людей лечить и помогали регионам. Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас, и у Натальи Ивановны, как у полномоченной по городу Минску. Но коронавирус же никуда не ушел. Правда, Бог нас еще пока миловал, не пошла эта волна вторая, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада болезней, как это было когда-то. Понятно, что, ну дай Бог, чтобы было так, как на сегодняшний уровень, но хотелось бы уже не расстаться с этой болезнью, так ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости и совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит, но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее. Ну и другие болезни. Слушайте, люди болеют уже и сердечно-сосудистыми, и онкологией, и астма никуда не ушла, и многие-многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус – это в общей массе не лидирующая позиция, не первое место по заболеваемости. Есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание. Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Ну, чуть-чуть от Натальи Ивановны. Поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет. Понятно.